Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта «Избавь в зале». Сейчас мы с вами соберем гвоздичку. Для выполнения этого цветка берем простую прямоугольную полоску вязаного трикотажа. То есть мы вяжем полоску примерно 45-50 см на 12-13 см. Вот такого вот размера. У меня 90 петель на 50 рядов. Видите, сиреневый, такой темно-сиреневый, почти фиолетовый цвет основы и розовые краешки. Для того, чтобы у краешка цветов было отделить края цветов. Чтобы была просто декоративная отделка края цветочка. И полосочка отпаренная. Но когда я отпаривала, я старалась, не трогая серединку, загибать, вытягивать края цветочка. Один край в одну сторону, другой край в другую. Не затрагивая серединку, чтобы она была наименее деформирована. А цветы, чтобы придать еще большую волни стать краям. Так, сейчас мы складываем наш цветочек. Но не пополам. А так, чтобы одна часть была длиннее второй. Ну, желательно так, чтобы на одно расстояние они были сложены. Берем иголку с ниткой и простегиваем. Ну, можно даже приколоть, чтобы не уехало это все. Зафиксировать в нескольких местах. И простегиваем полотно где-то в сантиметр-полтора, вот так вот, от края сгиба. Не стягивая полотно, не стягивая, здесь стяжки не будет. До конца. Это будет еще один сгиб. Внизу мы делаем утолщение у цветочка. Здесь мы его согнем. Дальше. До конца полотна. Естественно, чем шире полотнище, тем более объемным будет наш цветочек. Вот 45-50 это минимальная длина полоски. Так, простегали. Завязали узелок, чтобы не сбежало. Булавки вынимаю. И теперь выворачиваю цветочек на лицо. Вот так вот. Этот шов оказывается в середине. И опять же подкалываю, чтобы зафиксировать его. Вот сейчас мы будем с вами делать стяжку. Но сначала аккуратненько сложим полотно по месту сгиба. Можно делать так, чтобы обе части были одной длины. Можно делать так, чтобы вот как у меня, они были разной длины. Будет немножко другой эффект у цветочка. Заколоть до конца. И видите, у меня немножко получается нижняя, внутренняя часть короче, чем внешняя. Загибается цветок. Это очень хорошо. И теперь... Так, сейчас зафиксирую. Ладно, нитку, чтобы она не стягивала мне то, что я уже сшила. И делаю стяжку. Крупную, крупные стежки. Так, мне этой нитки может не хватить. Возьму другую. И начинаю сметку. Где-то... Причем крупные стежки. Стежки обязательно крупные. Где-то в сантиметре от края стягиваю. Делаю стяжку. Крупными-крупными стежками. Стяжки не нужны. Очень хорошо. И просто сейчас я это все стяну. Крупные стежки для того, чтобы у меня получились такие волны. Если стежки мелкие, то получается мелкая стяжка, она не дает эффекта волны. А крупная стяжка, она совсем по-другому дает эффект. Эффект вообще другой. Поэтому сейчас мы делаем крупные стежки. Так, понижим. И теперь можем делать стяжку. Можем просто стянуть. А можем немножко подтянуть. И завернуть цветочек. Вот у нас получается такая интересная конструкция. И теперь мы эту конструкцию заворачиваем. Вот. Либо на другую сторону. Вот такой вот получается цветочек. Очень похож на предыдущий, но... Либо мы можем стянуть вот так вот его. Получается вот такой эффект. Ну, сейчас нитки убрать. Вот такое... Так, наверное, внутри. Такое мороженое получается. Интересное. Сейчас все это свернуть. Тут уже идут варианты. Чем крупнее у нас будут стежки, тем легче будет делать стяжку. Вот внутри мелкая, мелкий цветочек, снаружи крупный. И вот так вот. После того, как мы стянем, немножко вывернуть цветок на изнанку. Получается вот такая вот гвоздичка, даже скажу. Поэтому сейчас мы должны все это закрепить. И теперь... Теперь можно связать краешки. У меня остаются... Здесь в большом количестве торчащие нитки. Так, это с иголкой остается. Мы сейчас будем сшивать край. Вот эта вот длинная ниточка. Сейчас ее беру. И сошью лепесток, чтобы... Вот этот длинный, потому что он иначе будет некрасиво оттопыриваться. Вот этот вот разрез совсем не нужен тут. Зашиваю разрез. Зашили. Вот, получается вот такой вот цветок. Эти ниточки от внутреннего цветка. Просто связываю между собой. Внутренний цветок никуда не расходится и никуда не девается. Внешний связываем тоже между собой в розовой части. Можно было заранее сшить цветочек. Это тоже вариант. Так, тоже. Обрезать. И вот эти вот. Все нитки обязательно закреплять. Ничего не оставлять. Просто так. Ну и само собой желательно, конечно, хвостики убирать в шов. То есть не отрезать их под корень, а вот так вот убирать куда-нибудь в вязание. Пару раз. Проделю крючок. И... Убрали. Теперь их спокойно можно отрезать. Они не будут мешать нисколько. Так. Вот это мы сделали. Теперь наша задача... Так, что у меня лишнее тут. Лишнее убираем, оно нам не нужно. Моя задача закрепить дно. А для этого вот у меня тут такое отверстие, и все это стоит вот как пирожное вот такое вот. Я хочу сделать не пирожное, а цветочек. Для этого мне нужно соединить, вот так вот растянуть немножко это пирожное. То есть я сейчас буду подтягивать края к середине. Беру за внешний край и к середине его подтягиваю. У меня расправляется цветок внутри. И, естественно, его надо будет стянуть. Расправили немножко и стягиваем. Все время контролирую, что у меня получается. Противоположные части соединяю. Чтобы никуда ничего не разъехалось. Вот в итоге такая стяжка плоская здесь. И вот такой вот объемный, толстый цветок у нас получается. В серединку можно вставить... Так, на этой стяжке мне точно не нужна. В серединку можно вставить какую-нибудь красоту. Типа можно вставить пуговичку, можно вставить помпончик или что-нибудь подобное для того, чтобы розочка не деформировалась. Либо, сейчас мы еще проще сделаем, мы сошьем и серединку. Хотя у меня серединка уже достаточно хорошо выглядит. Видите, они... Каждый цветок сам по себе, внутренний и внешний. И вот так вот замечательно они выглядят. Это уже не георгинчик, это гвоздичка. Отрезаем. Очень плоское дно. Видите, оно дает возможность розе стоять, гвоздичке стоять. И... Совершенно объемная такая вот махровая гвоздичка получилась. Можно, как я уже сказала, пришить дно, пришить внутреннюю часть, чтобы она тоже не оттопыривалась. Но мне кажется, что оно и так очень хорошо держит форму и служит достаточно интересным таким украшением. Продолжение следует...